Всем привет! Добро пожаловать обратно на мой канал. Большое вам спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Поскольку вы действительно знаете, кто сегодня здесь со мной, гость, который не нуждается в каком-либо представлении, мистер Скотт Риттер вернулся. И я очень благодарна вам за ваше время. Мы все знаем, что произошло в Москве, городе, который является особенным для нас обоих. И насколько это повлияло на людей по всему миру, на то, что произошло. Я хочу спросить тебя, Скотт, можно ли было это предотвратить? Почему это произошло? Но скажем, по твоему мнению, кому это принесет наибольшую пользу? Во-первых, давайте поймем, что на данный момент ведется расследование. Они уже задержали четырех главных преступников. Я даже не буду называть их, знаешь ли, подозреваемыми. Президент России сказал, что нападавшие общались с кем-то на Украине недалеко от границы с Россией, чтобы они могли въехать на Украину. Президент России не сказал бы этого, если бы у него не было очень хорошей информации, которая показала бы, что это так. И нам говорят русские, что знаете ли, они отслеживали коммуникации нападавших по мере того, как они бежали из Москвы в сторону украинской границы. Итак, нападавшие бегут в Украину. Почему это важно? Есть некоторые разговоры о том, что эти нападавшие были связаны с исламским государством, которое является конкретной ветвью исламского государства, связанной с Афганистаном, Туркменистаном, Ираном. Это древний термин для обозначения территории в юго-западной части Центральной Азии. И есть некоторые доказательства, которые предполагают, что это действительно так. Мы знаем, что Соединенные Штаты сразу же заявили, что это был ИГИЛ, и Соединенные Штаты сразу же заявили, что это была не Украина. И они заявили об этом до того, как русские пришли к каким-либо выводам, что заставляет вас задаться вопросом, откуда Америке это известно. На чем основано это заявление? И почему Америка так рано пришла к такому выводу? И цель, конечно же, состоит в том, чтобы переложить вину с Украины на ИГИЛ-К. Нападавшие опубликовали фотографию. Вы видели эту фотографию? Я вижу, что большинство людей видят, как четверо нападавших что-то делают, и простите меня за мой арабский, он так же плох, как и мой русский, но есть нечто называемое шаадой, я полагаю, что это так. Это клятва верности, которую они дают ИГИЛ в качестве заявления о вере. И это то, что вы часто видите, как делают террористы Аль-Каиды или ИГИЛ, прежде чем они уйдут и совершат свои акты терроризма. Я не хочу вдаваться в подробности нюансов исламской веры, но давайте просто скажем, что левая рука это не чистая рука. Вы не едите ею и не используете ее для религиозной символики. Если бы вы собирались совершить шааду, вы бы сделали это правой рукой. Вы бы подняли правую руку и поклялись в верности. На фотографии видно, как они делают это левой рукой, а это означает, что эти люди ничего не знают об исламе. Они могут называть себя мусульманами, но у них нет глубоких знаний об исламской вере или знаете ли о реалиях, связанных с символизмом исламской веры. Другая интересная особенность этой фотографии заключается в том, что их лица были размыты. В каждом видео, которое я видел о террористах Аль-Каиды или исламского государства, которые снимают эти вещи перед совершением теракта, их лица хорошо видны. Они идентифицируют себя по имени и говорят, почему они это делают, потому что они стремятся к мученической смерти. Они отправляются на небеса. 72 девственницы ждут их. Да, благословит Бог этих людей. Но дело в том, что они не скрывают своих лиц. Но эти ребята скрыли свои лица. Почему? Потому что для настоящего террориста исламского государства, для настоящего террориста Аль-Каиды их истинный ориентир это небеса. Они направляются в безопасное место, то есть к мученической смерти, на небеса. Вот их направление. Эти ребята направлялись не на небеса. Они направлялись на Украину, что говорит вам все, что вам нужно знать об их принадлежности к исламскому государству. Итак, теперь почему Украина? Почему сейчас? Опять же мы имеем дело с расследованием, которое все еще находится на предварительных этапах. Но недавно Турция сделала несколько интересных заявлений. Одно из них состоит в том, что двое из нападавших покинули Москву и отправились в Стамбул в период с 2 по 4 марта, чтобы продлить свои виды нажительства в Москве. Так что им пришлось уехать, провести некоторое время за пределами России, а затем вернуться и продлить свои виды нажительства. На тот момент посольство США выпустило предупреждение 7 марта об атаке и назвало ряд мест, включая концертный зал. И они сказали, что эта атака должна была произойти в ближайшие 48 часов. И мы знаем, что в период с 4 по 7 марта эти нападавшие провели разведку места проведения концерта в Крокус-Сити-Холле. Это популярное место проведения концертов. 8 марта известный российский музыкант Шаман должен был дать патриотический концерт. И как вы знаете, есть мнение, что эти ребята должны были совершить свою атаку именно в этот момент, чтобы сорвать выборы. Создать хаос в России в преддверии президентских выборов, которые проходили с 15 по 17 марта. Чтобы подорвать доверие к правлению Владимира Путина, чтобы снизить явку избирателей. В чьих интересах это делается? Это цель ИГИЛ? ИГИЛ не имеет никакого отношения к российской политике. Нет, это цель ЦРУ. Это цель правительства Украины. Это стратегическая цель американцев. ЦРУ участвовала в срыве российских выборов с 2004 года. И теперь вы должны сказать, ну тогда кому выгодна эта атака. И совершенно ясно, что это не ИГИЛ, потому что это не террористы ИГИЛ. Террористы ИГИЛ носят пояса смертников, стреляют до тех пор, пока у них не закончатся боеприпасы, прыгают в толпу и взрывают себя. Вы знаете, они совершают самоубийство, становятся мучениками. Эти ребята делали это ради денег. Они получили по пять с половиной тысяч долларов каждый, может быть пять с половиной тысяч долларов на всех. Мы пока не знаем, но это очень мало, чтобы совершить эту ужасную атаку. Это были нерелигиозные фанатики. Это были неверующие. Это были головорезы, которые делали это ради денег, убивали людей ради денег. Им было сказано вести себя так, чтобы это выглядело как ИГИЛ. Так что они совершали глупые поступки, такие как перерезание горла, делали глупые фотографии и публиковали их. Но другой ключ к разгадке того, что это не спланировано ИГИЛом, заключается в том, что обычно, когда ИГИЛ берет на себя ответственность, об этом объявляет Центральное Командование ИГИЛ. Это было сделано через сеть Альмак, которая является средством массовой информации ИГИЛ. Это говорит вам о том, что это не было спланировано ИГИЛом. Это было спланировано кем-то другим, кто затем попытался присоединиться к ИГИЛ в рамках обмана. Это было политически мотивированное нападение, направленное на срыв выборов в России, направленное на то, чтобы подорвать доверие россиян к Владимиру Путину, что в настоящее время ограничивает круг людей, которые были бы заинтересованы в этом. Мы знаем, что ЦРУ очень заинтересована в этом, и мы знаем, что украинские спецслужбы также заинтересованы в этом. ЦРУ уже много лет работает с украинскими спецслужбами. The New York Times недавно опубликовала статью, в которой говорится, что с 2014 года ЦРУ работает с украинской разведкой над созданием до 12 баз вдоль украинско-российской границы с целью проведения шпионажа, диверсий и других прямых действий на территории России. И мы знаем, что ЦРУ обучило их, и мы знаем, кто в ЦРУ обучал их. Мы знаем, что это центр специальных операций, который является секретным подразделением ЦРУ. Выявлена наземная ветвь. Они являются специалистами в нетрадиционных боевых действиях, нерегулярных боевых действиях. Это еще одно название для терроризма. Ты же помнишь, что террорист для одного человека — это борец за свободу для другого. Итак, это ребята, которые специализируются на обучении людей действовать скрытно в тылу врага для проведения диверсии или срыва выборов. Одним из украинцев, обученных этому тайному искусству, является Буданов, нынешний глава украинской военной разведки. И именно Буданов осуществляет ряд действий внутри России, направленных на дестабилизацию России. Именно Буданов с помощниками из ЦРУ работал с тремя русскими националистическими группировками, чтобы вторгнуться на территорию России в окрестностях Белгорода. Что продолжается еще до выборов. И именно они, исполнители этих нападений, специально говорят, что это сделано для того, чтобы сорвать президентские выборы в России. Итак, Буданов уже занимается срывом президентских выборов внутри России. Два плюс два равно четырем. Это похоже на утку. Ходит как утка, крякает как утка. Это утка. И опять же, я думаю, нам нужно дождаться окончательного заключения, но прямо сейчас все указывает на Украину и через Украину на ЦРУ. Вау. В деталях. Спасибо тебе, Скотт. Так каковы же будут последствия этого? Русский народ гораздо более устойчив. Это люди, которые знают, кто они такие. Они знают свою историю. И подчеркивая свою историю, они знают, что они люди, которые ужасно страдали от рук истории. Это не первый раз, когда они подвергаются актам насилия. Это люди, которые пережили 27 миллионов своих сограждан, убитых нацистами во время Второй мировой войны. И как ты знаешь, они люди, которые не просто знают это, но и живут этим. У них есть мемориалы повсюду, не только в Москве, не только в Санкт-Петербурге. В каждом городе, в каждой деревне, в каждом городе России, есть мемориал в память о людях, погибших во время Великой Отечественной войны. И ты знаешь, и я знаю, что это не что-то такое, что осталось в прошлом. Это есть в настоящем. Дело в том, что меня часто высмеивают. Все в порядке. У меня толстая кожа. Но меня часто высмеивают, потому что я говорю о поиске русской души. И есть много людей на Западе, которые просто думают, что это просто слова. Я имею в виду, что же такое русская душа. О чем ты говоришь, чувак? Это робкая чушь, мусор, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И да, как американец, мы можем так говорить, потому что у нас нет эквивалента. Но если вы изучите русских, то поймете, что русская душа – это реальность. Сами русские находятся в поиске русской души, потому что русскую душу нельзя определить одним словом. Это сложное переплетение эмоций, истории и всего остального. Но русская душа определяет русскую нацию. Если вы изучите русскую историю, она построена на страданиях. И что прекрасно в русском народе, так это то, что он может принять это страдание, он впитывает это страдание, но из этого рождается нечто замечательное. Это люди, которые не позволяют этим ужасам определять себя в негативном ключе. Это люди, которые говорят «да, там есть зло». Да, там есть вред, но мы не потеряли связь со своей верой. Мы не потеряли связь с самими собой, со своей историей. Мы – человеческие существа, и мы будем вести себя гуманно по отношению к себе и к другим, кто этого заслуживает. После 11 сентября вы видели, что произошло в Соединенных Штатах. Ненависть, которая взяла верх, мы допустили, чтобы это не только изменило наш взгляд на мир, ты либо с нами, либо против нас, помнишь Джорджа Буша-младшего? Но мы сами допустили принятие закона о патриотизме, где мы были готовы отказаться от наших конституционных прав. В этом и заключается поверхностность американского народа. У нас есть рефлекторные реакции, потому что, откровенно говоря, у нас нет такой вещи, как американская душа. У нас есть американский идеал, у нас есть американское видение, но у нас нет американской души. У русских есть душа, и они не собираются жертвовать тем, что значит для них Россия, потому что с ними случилось что-то плохое. Они переживут эту боль и пойдут дальше. И я думаю, что именно это вы и увидите. Спасибо. Что касается души русских, я не могу не согласиться с тобой. Приезжая из славянской страны, я понимаю, что это значит для меня, потому что очень легко раствориться в извинениях за американский образ жизни. И в России ты это чувствуешь. Ты чувствуешь страдания, ты чувствуешь радость, у тебя есть эмоции. Это действительно очень, очень глубокая связь на многих уровнях. Но я хочу уточнить вопрос, Скотт. Путин сказал, что все, кто совершил это, будут наказаны. И мой вопрос заключается в том, что я говорю не только о тех четырех людях. Какое будет наказание? О тех, кто отдавал приказы. Русские верят в справедливость. Ты это знаешь. Это важный аспект их самоопределения. Они верят в справедливость. И справедливость – это не просто наказание. Справедливость – это своего рода более масштабная схема. Это о том, чтобы привести мир в порядок. Русские верят в справедливость. Продолжение следует...